И в завершении мы собрали топ-10 вопросов о главном от зрителей «Беларусь-4» в тему программы. Итак, короткие вопросы, короткие ответы. Человек, переболевший коронавирусом, может ли не иметь антител и заразиться неоднократно? Я бы разделил, с вашего позволения, этот вопрос на две части. Первый. Можно ли заболеть повторно коронавирусом? Да, можно. Действительно, такие случаи описаны, и мы видим это в практической медицине. Как правило, все-таки это происходит не в первый месяц после перенесенного заболевания. То есть это случаи несколько отсрочены. Что же касается антител, то роль антител до сих пор дискутируется. Не только их количество влияет, но их качество, протективный эффект, а также клиническая значимость. Поэтому что бы я хотел рекомендовать нашим телезрителям? То, что у вас есть антитела или то, что вы перенесли COVID-19, не дает вам защиту на 100%. Это не повод расслабиться? Это не повод расслабиться. Это не повод забыть про масочный режим, это не повод забыть про меры социального дистанцирования. Поэтому, наверное, нам не стоит говорить о том, что переболевшие – это на 100% защищенные. Двигаемся дальше. Отсутствие обоняния. Всегда ли признак COVID-19? Не всегда. Есть ряд заболеваний, в частности заболеваний лорорганов, которые могут приводить к нарушениям или отсутствию обоняния. ПЦР-тест или тест на антитела? Что касается методов диагностики, то методы диагностики, опять же, это решение должен принимать лечащий врач. Я бы все-таки не стал сторонником тех мер, когда индивидуальный пациент, конкретная личность, сама идет в лабораторию, сама принимает решение, каким методом исследовать. Потому что дальше, когда вы получаете результаты, возникает вопрос, как их трактовать. И грамотно трактовать их может только опытный врач. Но ведь справедливости ради возможности платно пройти и тот, и другой тест появилось, и многие именно такой возможностью пользуются, не дожидаясь назначения. Вот в связи с этим следующий вопрос от зрителей. Стоит ли самому проходить недешевый ПЦР-тест, если врач не назначил, а сомнения имеются? Или это те самые фобии в пандемию, которые тоже беспокоят многих? Вы знаете, в этой ситуации я бы в первую очередь ориентировался на клинику, и уже во вторую очередь на лабораторные исследования. И если уж вопрос пошел о трактовке и о том, насколько это важно, в первую очередь ПЦР-диагностика – это диагностика активной инфекции, а диагностика по определению антител различными методами – это все же несколько отсроченный, ретроспективный взгляд, который может сказать, что было несколько недель тому назад. Потому что организм требует времени для того, чтобы сформировать антитела к COVID-19. УЗИ легких или КТ? Что информативнее и безопаснее? Но с учетом опыта, который имеется совместно и Гомельского государственного медицинского университета и здравоохранения города, я думаю, что и Екатерина Владимировна подтвердит, это все-таки комплексный подход. То есть мы не можем полностью отказаться от лучевых методов, а именно компьютерной томографии, в диагностике поражений легких при COVID-19. Однако для снижения общей лучевой нагрузки и для мониторинга, для динамического наблюдения, метод УЗИ, он вполне адекватен. Еще один вопрос. До какого возраста маски детям не нужны? Знаете, вопрос очень сложный. Это, опять же, баланс безопасности общества и прав личности. И возможности уговорить ребенка оттись в маску, да? Я бы, наверное, сказал, насколько ребенок готов к тому, что он будет носить маску, Это зависит в том числе от конкретной семьи, конкретного ребенка. История от зрителя «Беларусь-4» переболел в сентябре, сдал недавно на антитела. Они есть, но есть и воспалительный процесс. Парадокс? Нет, не парадокс. Вы знаете, вот эти вот индивидуальные клинические истории, они зачастую обоснованы весьма сложным клиническим течением данного заболевания. И я бы, наверное, ответил так, как ответил один известный врач, когда вечером на официальном приеме ему рассказали историю об одном знакомом и спросили, а что бы вы рекомендовали? Я бы рекомендовал обратиться к врачу. Спасибо. Чутка и по делу. Еще одна история, невыдуманная от жителя Гомельской области. У жены подтвердили ковид. У меня и ребенка, живем вместе в одной квартире, взяли пробы. Результаты отрицательные. Как это возможно? Это действительно возможно. Индивидуальные моменты в отношении передачи вируса, у кого-то это очень короткий период, у кого-то несколько более длинный период. Более того, я хочу подчеркнуть, что вот эти пробы, которые берутся, это не стопроцентная чувствительность. То есть только в комплексе с клиническим осмотром, с консультацией врача мы можем ставить диагноз. То есть мы не говорим о изолированных исследованиях. Еще раз хочу это подчеркнуть для наших телезрителей. Полагаю, очень важный момент, на который обращают зрители, постковидный синдром, об этом все чаще начинают говорить сегодня. Что самое опасное здесь? Вы знаете, мы только начинаем изучать отдаленные последствия COVID-19. Ведь всего лишь год прошел. И мы уже сегодня знаем, что это и вопросы влияния в отношении свертываемости крови, различных нарушений этих состояний. Это и вопросы влияния на психику. Более того, мы очень четко видим и снижение работоспособности, и мышечные боли у ряда пациентов, перенесших COVID-19, и вопросы настроения. Опять же, это тоже очень и очень важно. Поэтому, что бы я хотел порекомендовать? Да, COVID-19 – это непростая инфекция с возможными долгосрочными эффектами. Поэтому прислушивайтесь к себе, будьте внимательны. И при любых сомнениях в отдаленном периоде после COVID-19 обратитесь к врачу. И еще несколько вопросов в завершении программы. Коллективный иммунитет. Когда мы уже его заработаем, интересуются наши зрители. Вы знаете, я бы, наверное, привел параллель. Мы начинали разговор сегодня на телепередаче, говоря о испанке, о гриппе H1N1. И вот перед тем, как этот грипп стал сезонным, из пандемического, прошло два года. Примерно подобные данные транслируются сегодня и в отношении COVID-19. Ведь дело в том, что грипп H1N1, он каждый год имеется, и он входит в состав вакцин. Поэтому совместно наличие вакцин, определенный процент иммунизированного населения, то есть тех, кто переболел в определенной форме, возможно, что эти сроки будут в районе двух лет. В связи с этим за второй волной последуют третья, четвертая и так далее. Дело в силе распространения? Я бы сказал, что здесь играет роль и в том числе скорость распространения, потому что врачи научились реагировать на COVID-19 во всем мире. На сегодняшний день мы знаем значительно больше о том, как лечить. Но что важно, это предупредить экспоненциальный рост, это предупредить чрезмерное поступление пациентов в ограниченный промежуток времени. Именно для этого и вводятся рекомендательные меры масочного режима, прочих мер профилактики COVID-19. Поэтому здесь важно понимать, что страшен для здравоохранения не сам вирус, а огромный объем пациентов, который может поступить в короткий промежуток времени. И вот это надо предвосхитить, это надо понимать, и этого нельзя допустить. Продолжение следует...